Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодин. Ну что, друзья, в 2009 году компания Google добавляет в свой Android 1.5 поддержку сторонних клавиатур. И только в 2014 году эта функция появляется в новых айфонах. А, тогда же еще купертиновцы решили и скопировать виджеты, которые на Android были вообще с начала его существования. Ну а в 2017 году выходит Google Lens, которая умеет распознавать объекты и текст на фотографиях. И только в 2021 году эта функция выходит на iPhone. И досмотрев вот это вот видео до конца, вы поймете, почему компания Apple постоянно отстает от Android и не стесняется брать идеи у других компаний. Короче, давайте не тратить время не зря. Подписки, если вы еще до сих пор не подписаны. Хотя, честно сказать, это уже как-то даже удивительно. Лайк вам чайник. О, и кстати, если вы ищете недорогие беспроводные наушники, то обязательно загляните в описание к этому видео. Ведь там вы найдете ссылочку на ColorBuds 2, которые стоят дешевле наушников от раскрученных брендов, но порадуют вас звуком и емким аккумулятором. Ведь вы только вдумайтесь, вместе с кейсом их вам хватит на 24 часа прослушивания музыки. А ко всему здесь еще есть шумоподавление и защита от влаги. В общем, это отличные наушники по соотношению цены и качества. Ссылку ищите в описании под видео. И, может, конечно, в 2022 году пора бы уже было перестать сравнивать Android и iOS, но вот смотря на изменения в яблочной операционке, я заметил одну интересную закономерность. И вот все дело в том, что iOS из года в год становится все больше похожей на Android. Притом началось это все не в 2021 году и даже не в 2020, а еще в далеком 2013 году. Ну, а 2013 год, если вы помните, это тот год, когда любая фигня со стилусом казалась, ну, просто сразу автоматически крутой. Так вот, в том году компания Apple выпустила ту самую iOS 7, которая, можно сказать, что полностью изменила дизайн операционки айфонов. Да, потому что до этого компания придерживалась скевоморфизма, где иконка, например, приложения камера выглядела как старая пленочная камера. А вот приложение для чтения книг напоминает деревянную полку с настоящими книгами. Скевоморфизм – это когда приложения или элементы интерфейса выглядят как вот вещи из реальной жизни. По моему мнению, например, прикольный был стиль. И вот от меня отдельная благодарность за то, что из приложения часы хотя бы не вылетала кукушка. Но все же в 2013 году компания Apple запускает iOS 7, которая полностью переходит на так называемый плоский дизайн. Ну, то есть цвета стали более яркими такими и насыщенными, а вот иконки приложений превратились из копий реальных вещей в более какие-то абстрактные формы. И вот эти изменения отлично видны на примере приложения камеры, заметок и даже, кстати, настройок. Я прям не говорю, что компания Apple прям стылила Android для своей iOS 7, но вот даже самые ярые фанаты купертиновцев все-таки замечали, что теперь iOS похожа на Android. Притом Apple даже скопировала себе шторк управления и меню многозадачности. За что Стив Джобсон судья. И вот после 2013 года люди все чаще стали замечать, что сначала какая-то фишка, например, появляется в Android, а потом она добирается до iOS. Притом дошло до того, что Samsung даже начала высмеивать это в своих рекламных роликах. И, кстати, честно говоря, в последние годы ситуация не сильно-то и изменилась. Но не переживайте, копировать взрывающиеся смартфоны у Samsung вряд ли кто-то будет. Ну, я во всяком случае надеюсь. И, пожалуйста, в комментариях сейчас напишите, какая версия Android у вас сейчас стоит на смартфоне и как она работает в 2022 году. А то мне иногда попадаются смартфоны на Android 10, я уже сомневаюсь, стоит ли их брать в топы. А я продолжаю. И вот как пример вот этих позаимствованных фишек давайте с вами возьмем виджеты, с которыми, кстати, Apple пробучилась больше всего. Потому что добавили их только в 2014 году с выходом iOS 8. Да и то это был, знаете, костыль. Ведь размещать вот эти вот виджеты можно было только в шторке центра уведомлений. Ну, то есть тебе нужно было свайпом достать шторку с виджетами и листать дальше вот этот вот список, чтобы найти нужную информацию. И согласись, что это же уже не так удобно, как, например, виджеты на рабочем столе, которые тебе показывают все, что тебе нужно, сразу после разблокировки смартфона. И, кстати, в Apple это тоже понимали. Так что со временем вот эти вот виджеты переехали в отдельный блок слева. Ну, то есть нужно было долистать до первого рабочего стола, а потом еще одним свайпом открыть вот этот блок с виджетами. И вот только в 2020 году с выходом iOS 14 пользователям iPhone все-таки дали возможность ставить виджеты на рабочий стол рядом с приложениями. Так что можно сказать, что по большому счету полноценные виджеты появились на Apple-овской операционке только буквально пару лет назад. Но все же стоит отдать должное, выглядят все-таки они хорошо, в том числе и от сторонних приложений. И вот здесь, вы знаете, я даже могу немножко поругать Google, потому что встроенные виджеты действительно смотрятся хорошо, а вот виджеты от сторонних приложений, ну, честно сказать, смотрятся как привет из 2010-го. Ко всему с появлением нормальных виджетов для iOS появились еще и приложения для кастомизации. Так что теперь пользователи смогли настраивать внешний вид вот этих вот панелек, не знаю, там добавлять кнопочки, ну и так далее. Но опять же, вот это вот все на Android было уже давно. Как, собственно, отдельный рабочий стол. Если вы, например, не знали, то всю жизнь на Apple-овских мобилках был только один общий рабочий стол, куда сбрасывались все приложения. Но все же в 2020 году появилась так называемая библиотека приложений. Так что теперь пользователи могут сбрасывать вот эти вот ненужные приложения с рабочего стола в библиотеку. Ну, так сказать, чтобы не маячили. Ну, знаете, это вот как перед приходом, например, гостей жертвуешь одной комнатой и скидываешь туда все барахло, а потом закрываешь дверь. Вот тут примерно та же история. И, кстати, полезный совет. Если так произошло, что ваш сосед попросил вас помочь ему и поднять тяжелый шкаф на девятый этаж, то не стоит нервничать, не стоит ему рассказывать, что у вас спина болит, не стоит что-то придумывать, говорить, что у вас вообще аллергия на мебель. Не стоит. Просто возьмите и скиньте своему соседу ссылочку на мой YouTube-канал. Все. Ну, во-первых, это отвлечет его от вот этой вот глупой затеи. Это во-первых. А во-вторых, пока он будет смотреть мои видео, а видео у меня очень много, кто-то этот шкафчик все-таки истырит. Все. Ай, не надо дарить. Подписывайся. Так вот, продолжим. Вы знаете, также еще владельцы айфонов научились менять иконки приложений, чтобы, как бы, можно сказать, еще больше кастомизировать свой рабочий стол. Но все же вот делается это через костыль под названием команды. То есть пользователю нужно создать команду на открытии какого-то приложения, и уже у этой команды появится своя иконка. И ее уже можно, ну, настроить как угодно. Это именно тот случай, когда все хочешь сделать как у людей, а получается, ну, я думаю, вы поняли. Через, короче, через заднюю крышку. И я, кстати, думаю, что Apple даже не рассчитывала, что это приложение будут вот так вот использовать. Так что возможность менять дизайн иконок, это даже не заслуга самой Apple. И, кстати, пожалуйста, напишите в комментариях, насколько часто вы меняете внешний вид своего смартфона. И как? Ну, то есть, там, не знаю, наклеиваете какие-то на него наклеечки там, или накатываете разные там оболочки. Ну, или, например, как я, ничего лишнего, просто там, например, раз в полгода меняю обои. Ну, что купертино собирает такие, вот, содрали у Android, так это, конечно, живой текст. По сути, это та функция, которая помогает скопировать надписи на фотографиях и превращать их в обычный текст. То есть, можно, например, сфоткать документ, приложение увидит на нем текст, и вы уже сможете скопировать его и вставить в сообщение. О чем там говорить, друзья? Переписывать домашку еще вообще в жизни не было никогда так просто, как сейчас. Ко всему эта штука еще и может распознавать какие-то объекты. Ну, например, вы можете сфоткать кота, и система вам уже расскажет, что это не просто серый и злой комок шерсти, а британская короткошественная кошка. И вы знаете, по большому счету, это полная копия Google Lens, которая работает на Android-смартфонах уже минимум года четыре. Притом работает довольно-таки хорошо. Спокойненько выделяет текст, узнает гаджеты, ну, там, распознает одежду на людях, и, короче, и так далее. Нет, ну, не то, чтобы я прям постоянно пользуюсь этой штукой, но все-таки вот, можно сказать, что парочку раз она меня спасала. В основном на день рождения, чтобы убрать стоимость подарка. Поэтому очень полезная штука, советую пользоваться. И вы знаете, в целом, вот этих вот моментов очень много, и все вот эти вот заимствования можно перечислять целыми часами. Все-таки Google всегда пыталась быть впереди всех, и часто клепала вот эти вот новые фишки. Правда, вот не всегда они были сделаны хорошо, и именно благодаря этому, как бы это ни звучало странно, но компания Apple и стала такой инновационной. Хотя нет, вы знаете, слово вот инновационный здесь не особо-то и подходит. Да, потому что инновация это что-то новое, чего раньше никто не видел. И Apple, знаете, на самом деле, вообще редко делает нечто подобное. Ну, как минимум, поменять расположение камеры, потом назвать это новым смартфоном, это точно не инновация. Знаете, надеюсь, что с этим уж точно никто не будет спорить. Но давайте вот поговорим об этом более предметно. Ну, давайте с вами, например, возьмем тот же самый отпечаток пальца в смартфоне, который стал очень популярным после выхода iPhone 5s. И, кстати, многие даже считают, что именно Apple придумала первой ставить сканер отпечатка пальца в смартфон. Но все же на деле это далеко не так. Потому что первым мобильным устройством со сканером отпечатка пальца стал телефон Pantech GI 100, который вышел в 2004 году. Правда, конечно, сканер был там довольно медленный, а чтобы он еще и сработал, нужно было проводить пальцем вот так вот сверху вниз, а не просто прикладывать. И это хорошо, что эти ребята начали со сканера отпечатка пальца, а не лица. А то пришлось бы еще лицом об телефон тереться. В то же время первым именно смартфоном со сканером отпечатка пальца считается Motorola Atrix, которая вышла в 2011 году. То есть получается, что Motorola обогнала Apple на 2 года. Все же сам Atrix оказался не очень популярным смартфоном, так что многие до сих пор считают, что именно iPhone 5s стал первым смартфоном со сканером отпечатка пальца. Ведь когда за дело взялись Apple, то сканеры отпечатка пальца стали появляться, ну, почти в каждом смартфоне. Потому что Купертином все так серьезно поработали над самим сканером и алгоритмом распознавания и сделали сканер отпечатка пальца, которым, вы знаете, реально вот удобно было пользоваться. Я даже не буду учитывать вот те все популярные видео, где люди разблокируют телефон при помощи лапы кота. Просто будем считать, что это был очень талантливый код. И так, кстати, было почти со всеми продуктами компании Apple. Ведь, например, первый планшетный компьютер сделала компания Grid еще в далеком 89-м году. А в 2001-м уже компания Fujitsu выпустила планшет с Windows 95 на борту. Да ебать, как, кстати, современных умных часов появился еще в 2002-м году с выходом Fusil Palm Pilot. Но, несмотря на то, что компания Apple не была первой, ее iPad, Apple Watch и так далее все равно оказались популярнее. И этому есть одна причина, из-за которой Apple, собственно, всегда чуть-чуть и отстает от Android. Сейчас все объясню. И вот все дело в том, что компания Apple ведь никогда не пыталась стать первой, но всегда хотела быть лучшей. Так что компания смотрела на интересные идеи и потом их дорабатывала. И, как вы уже убедились, так было со сканером отпечатка пальца, планшетами, умными часами и так далее. Поэтому слоган вот этот вот Apple правильно звучит не «Думай иначе», а «Думай иначе», «Делай», а мы потом доработаем. И, собственно, iOS делали тоже по такому же принципу. И вот вся фишка в том, что смартфон – это очень сложная система. И чем больше вот в этой вот системе возможностей, тем, следовательно, и выше вероятность, что это все будет глючить. Но все же, если, например, не спешить, тратить больше времени, например, на разработку, тестирование, то шанс все вот это вот сломать уменьшается. Ну и вот как пример можно взять те же самые виджеты. Ведь пускай они появились на айфонах очень поздно, но вот работают они все-таки на 5 с плюсом. Ну, как минимум все виджеты создаются в одном стиле и потом не выбиваются из дизайна системы, что очень часто, кстати, случается в Android. Ну, или возьмем, к примеру, ту же функцию «Живой текст», которая позволяет копировать текст с фотографией. Значит так, на Android тебе нужно либо зайти, например, в приложение Google Lens и сфоткать объект, ну, либо же открыть фотку и потом включить Google Lens, чтобы сканировать текст или объект. Ну, в принципе, ничего сложного. Ну, вот, например, на iOS ты просто открываешь любое вообще фото в галерее, зажимаешь палец на тексте и копируешь его. То есть и там, и там все работает, но вот на айфоне это более удобно и понятно. Короче говоря, знаете, вот Apple это как сын маминой подруги, да, который вот что бы ты ни делал, а он все равно это сделает лучше. И вот такая же ситуация встречается постоянно, при том даже с первых дней вообще существования смартфона. Ведь даже, например, компания Samsung, как только начала делать смартфоны, всегда бежала вот так вот впереди всех. И во всех флагманах корейцев всегда было столько фишек, что ты, словно, не знаете, покупал инопланетную технологию. Но все же по итогу все вот это вот плохо работало. И сейчас, например, компания Samsung, по сути, делает как и Apple. И уже не пытается прям шокировать аудиторию. Да, ведь опять же, чем больше в смартфоне фишек, получается, тем больше шансов, что все пойдет в известном направлении. Вот у моего оператора Русика вообще одна функция. Одна. Нажимать кнопку на камеру. И то он не всегда справляется. А вы что хотите от смартфона? Там же тысячи этих функций. Ну и ко всему, компания Apple же никогда не делает приложения, которые существуют само по себе. И все программы работают, можно сказать, что в экосистеме. То есть они связаны там с планшетами, компьютерами, не знаю, там смартфонами, купертиновцев. Что делает сами приложения уже более полезными. Ну вот, например, в айфонах есть такая штука под названием фокусировка. Значит, в этой программе вы можете разделить свои уведомления на рабочие и нерабочие. И вот, допустим, с 8 до 6 у вас стоит рабочий режим. И в этот момент система вам будет показывать сообщения только из рабочих чатов и электронной почты. Но как только рабочее время заканчивается, вам уже не приходят сообщения по работе, а показываются только уведомления там от друзей, не знаю, там Ютуба и так далее. Ну, короче, это как секретаршек, который только не будет вас ревновать женой. Короче, одни плюсы. И вот вся фишка в том, что все вот это вот синхронизируется между смартфоном, часами, компьютером и так далее. Так что, если вы даже продолжите, например, смотреть Ютубчик на ноутбуке, то вас не будут задалбывать рабочими сообщениями. Ко всему, вот эта вот вся фокусировка еще и связана с мессенджером iMessage и в диалоге будет еще и показываться, что вы в рабочем режиме. Так что, ваш друг будет понимать, что звать вас, например, на пиво в 2 часа дня просто бессмысленно. Ведь увидите вы это сообщение только вечером. Хотя я, конечно, не знаю, кто как, но, например, вот я такие сообщения от друзей не игнорирую. Да. Даже две съемки сорвалось. Ну, сейчас не об этом. К тому же, например, если вам отправят новость в iMessage, то они появятся вообще в отдельном разделе на Apple News. То есть, получается, два, казалось бы, разные по смыслу приложения, а работают вместе. Еще одна интересная фишка, которая мне очень нравится, это общий курсор для MacBook и iPad. Ведь если, например, подключить вот эти вот два устройства, то вы сможете легко обмениваться документами, просто перетаскивая файл с экрана компьютера на экран планшета. Но сразу предупреждаю, что вот само желание работать вот этого функция не прибавляет. Поверьте, я пробую. В общем, думаю, что суть в ипоре. Apple старается сделать так, чтобы все фишки iOS работали в экосистеме, ну и, следовательно, это занимает больше времени. Так что Apple технически не может быть первой, но по итогу делает очень прикольные вещи для своих пользователей. Ну, а я делаю интересное видео для вас, поэтому обязательно посмотрите вот эти вот ролики. И если вы досмотрели этот ролик доказа, то эти вам точно понравятся. Ну, и главное, помните, что все самое интересное. Правильно? В коробке.